1838 года в память посещения Нерехты государем-наследником здесь основано училище для девиц. Основным камнем, душою и жизнью этого заведения есть винный пристав Вениамин Иванович Зелинский. Не исполнился год посещения Нерехты государем-наследником, как в апреле 1838 года в квартире Зелинского открылось предварительное образование девиц. Преимущественно дочерей дворян и чиновников. Обучение безмезно приняли на себя. Немецкому языку сам Зелинский, закону Божию, историю и географии, закону учитель уездного училища, священник Михаил Деев, арифметики, геометрии, российскому языку и рисованию, учитель того же училища Василий Чернышев. В половине 1838 года число учениц возросло до 30. Пожар города Нерехты 17 сентября того же 1838 года разрушил это заведение, до сего помещавшегося против Рецкой часовни, около того места, где за 60 лет до того был старинный воспитательный дом. Полагали, что после пожара более не будет училища девиц, но не так мыслил неутомимый Зелинский. Убедил почтеннейших женщин из дворян и купечества принять на себя звание почетных попечительниц заведения с обязательством в пользу оного вносить значительную сумму денег. Директор училищ Порфирий Иванович Величковский, весною бывший в Нерехте для ревизии училищ, нашел заведение Зелинского в самом лучшем виде. Почему со всей ревностью старался об открытии училища на прочном основании. Убедил прочих учителей уездного училища преподавать предметы учения безмезно. Составило положение для сего заведения девиц и представил через попечителя Московского учебного округа графа Сергея Григорьевича Строганова, министру народного просвещения Сергею Семеновичу Уварову. Разрешение с утверждением положения последовало того же 1839 года октября 26 дня. По положению, начертанному для сего заведения, оно и разделено на два отделения. В первом для девиз всех сословий преподается учение, положенное для всех приходских училищ. Послеобеденное время назначается для обучения рукоделием. Во втором отделении девиз дворян, чиновников, духовенства и купечества предполагается учение, положенное для уездных училищ, также кроме рукоделий, обучение языкам французскому и немецкому, музыке и танцеванию. За обучение дополнительным предметом, каждая из учениц второго отделения вносит в год по 50 рублей ассигнациями. Дозволено содержать пансионерок с платой в год 250 рублей ассигнациями, с правом, кроме обучения и присмотра, пользоваться от училища помещением, прислугою, столом и чаем. Сверх того, при каждых двух воспитанницах содержится одна бесплаты из детей бедных благородных родителей. При торжестве 13 мая 1840 года публично было объявлено, что с 13 мая 1837 года по 13 мая 1840 года всех пожертвований поступило на ассигнации 3239 рублей 45,5 копеек. Из них израсходовано на устройство квартиры, мебели, заведение учебных пособий и материалов для рукоделия, на жалование надзирательница и прочие потребности 1516 рублей 35 копеек. Осталось на лицо 1604 рубля, из них 1000 рублей отправлены кредитные установления для приращения процентами. Значительные пожертвования поступили от графа Дмитрия Николаевича Шереметьева 950 рублей, графа Карла Францевича Сен-При 900 рублей, графа Михаила Семеновича Воронцова 200 рублей, Софии Петровны Праксиной 515 рублей, Тикуневой 259 рублей, князя Долгорукова 300 рублей. На покупку огромного каменного дома в 18 квартале после купца Гудкова, там где в исходе 18 века первоначально поместилось духовное училище, в 1841 году, приобретенного за 3000 рублей ассигнациями, неревский помещик Павел Александрович Ладыженский одолжил 3000 рублей ассигнациями на бессрочное время до возможности уплатить. Да Борис Иванович Диаконов так уже бессрочно одолжил 1500 рублей ассигнациями. Из всего дома его женою Евдокия Ивановна и снохою Анною Андреевнаю, почетными попечительницами заведения, пожертвовано 300 рублей. В мае 1840 года обучалось уже около 70 девиц, большая половина в гражданском отделении. Наблюдение собственно за учебной участию возложено на смотрителей неревских училищ, почетного и штатного. Во всем же прочем управляет попечительный совет. Звание председателя попечительного совета принял на себя предводитель дворянства Башняк, а звание членов по его приглашению Зелинский и глава Диаконов. При всем представлено звание попечительниц заведения особом женского пола из сословий дворянского и купеческого. В мае 1844 года девицы из дворян уездов Шуйского, Порошина, Эбер по окончании, Галичского, Земщинина и Нересского, Девочкина и Эбер по окончании курса наук в заведении вонные поступили в качестве помощниц. В исходе 1844 года обучалась 51 ученица, в том числе дворян 22, оберофицерских 5, духовных 2, купеческих 3, разночинцев 2, мещанских 16 и крепостных 1. В библиотеке книг по названиям 130, по томам 150, учебных пособий 6. Пансионерок с половинную платой 13, полупансионерок 5, на содержание заведения 8, платящих по 50 рублей 3. В гражданском отделении обучалось 20, в дворянском 31, из них в первом классе 17, а в высшем 14. При окончании академического года в июле 1848 года в пансионе обучалась в первых трех ступенях дворян 28, оберофицерских 10, купеческих 6, разночинцев 6, мещанок 28, всего 71. Во втором высшем отделении 17, а именно дворянок 10, оберофицерских 2, духовных 2, купеческих же 2 и разночинцев 1, всего во всех отделениях 88, в том числе пансионерок с половинной платой 28, полупансионерок 8, на содержание заведения 14 и платящих по 50 рублей, на ассигнации 8, не платящих 25. В 1851-52 годах осенью обучалось 87 девиц. Михаил Яковлевич Диев. История города Нерехты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова